Очередная высотка Мэр Михаил Исаев обратился к региональной власти с просьбой прекратить право центра на участок земли в 2,5 гектара и снять с него статус особо охраняемой территории. Как говорится в письме городоначальника, сад юнатов нужен для расширения 77-й школы. В Министерстве образования факт обращения подтверждают, взмахнуть бензопилой предлагалось именно там. Весной 2020 года в правительство области поступило обращение от родителей, обучающихся 77-й школы, о том, чтобы рассмотрели возможность о создании дополнительных мест в их микрорайоне. Безусловно, в рамках обращения граждан этот вопрос был отработан всесторонне совместно с администрацией города Саратова. И вы абсолютно правильно сказали, что это один из вариантов возможного решения вопроса строительства пристройки к 77-й школе. Все съемки только с разрешением Министерства образования. Центр экологии, краеведения и туризма и так находится за высоким забором, но теперь здесь все чувствуют себя в осадном положении, поэтому держат оборону. Учреждение дополнительного образования за год принимает 2200 учеников со всего города. Из-за пандемии на территории только часть из более чем 100 членов коллектива. Центр существует с 1938 года, а тут все взять и попилить. Перед вами уголок русского леса. Березы, ивы, сосны, ясень и виноград и другая фауна. Есть свой мини-зоопарк, где как экзотика, так и выхоженные, принесенные сюда, обитатели дикой природы. Эколог и заместитель председателя общественного совета при Саратовской областной думе Андрей Варламов показывает документ, паспорт объекта. Исходя из него, центр является особо охраняемой территорией, разрешенный спектр действий на который весьма ограничен. На кадастровой же карте вид разрешенного использования всей земли для учебных целей, то есть пилить в принципе можно. Такое странное отношение администрации Саратова, которая хочет решить свою одну проблему за счет ликвидации того, что было создано до них. Это, конечно, недопустимо, на мой взгляд. Были ли какие-то попытки уже уменьшить эту территорию? Ну, насколько я знаю, по-моему, в начале 2000-х годов от территории детского центра уже отрезали кусок земли, и сейчас на нем располагаются гаражи. Но это, наверное, могут более подробно сказать сотрудники центра, которые там работают. К сожалению, да, это не первая попытка, и что, честно сказать, вот меня лично в этой всей истории поражает, это не то, что администрация Саратова пытается в очередной раз там землей что-то сделать в городе, да, мы это видим постоянно. А тут, я не знаю, ну цинизм что ли. Проблема расширения учебных площадей в этом микрорайоне стоит остро. Уже относительно недалеко есть еще одна школа, седьмая, но по данным Министерства образования, там тоже аншлаг и работа в две смены. Как говорит замминистра Ирина Чинаева, речь идет о дальней части центра экологии. С этим участком коллективу в какой-то степени приходится даже иногда бороться. По факту центром экологии не используется. Не потому, что они не хотят, а потому, что в силу природных условий заболоченная местность, близко грунтовые воды, они не могут его использовать. Поэтому этот вопрос рассматривался как один из вариантов, но на сегодняшний день решение не принято тоже по ряду объективных причин. Первое. Непонятно, возможно ли вообще на этом заболоченном участке строительства и какого вида строительства. То есть это еще только обсуждаемый вопрос. Здесь протекает подземная речка Белоглинка. Вокруг растительность, как на берегу, под ногами ощущение болотных кочек. Сотрудники периодически засыпают топи землей. Ответственные за образование настаивают, что это первый и далеко не единственный вариант для строительства пристройки. И мэрия имеет туз в рукаве. Но прокомментировать ситуацию администрация мешает. Техногенный фактор. Может быть сегодня получится? Сегодня не знаю, как получится, потому что у нас света нет. Пока не можем ничего уточнить. А света нам зачем? А как мне звонить, уточнять? А у нас же видеокомментарии. Видеокомментарии. Так, а если вы когда звонили? В понедельник. В понедельник звонили, да. То есть какие еще рассматриваются варианты под строительство пристройки, пока неизвестно. В Министерстве образования сравнивают ситуацию с чашей весов. Но масса школы и центра одинакова. Сейчас нет понимания ни по финансированию, ни по проекту. И пока это тема, которая ищет своего решения. Субтитры создавал DimaTorzok